всем добрейшего я иван забавников и сегодня я дежурный пекарь на канале еда и сегодня мы сделаем самую вкусную пиццу по моей версии иван забавников влюблен в хлеб более 10 лет предпочитает хлеб на заквасках особенно ржаной убежден что печь хлеб может каждый я парень большой и у меня много друзей поэтому я буду делать замес на три больших пиццы по 280 грамм а если вам это много просто делите пополам и будет также вкусно начинаем замес недолго затягивая очень просто 300 воды 500 муки добавляем и добавляем сразу же ходом соль 10 грамм сахар те же самые 10 грамм и дрожжи 5 грамм дрожжи в данном случае прессованные если вы используете сухие инстантные то добавляйте в три раза меньше и не пугайтесь что их так мало под финал оливковое масло 20 грамм и смотрите здесь у нас есть еще вода 2 добавлять ее или не добавлять мы будем ориентироваться на консистенцию и консистенцию я вам обязательно покажу большое количество рецептов от ильи лазерсона смотри на канале это рецепты лазерсона по ссылке в описании это зависит от муки потому что у разной муки разная влагоемкость а влагоемкость это как раз таки сколько мука берет в себя воды берем лопатку ложку или можете сразу делать замес рукой но я предпочитаю начать замес непосредственно лопаткой таким образом руки останутся чище а когда вся мука у нас объединиться с водой я перейду на ручной замес обратите внимание ингредиенты я перемешал масса стала однородной теперь самое время вывалить ее на стол что собственно я сделаю и месим сам замес не займет у нас много времени буквально 35 минут до однородности можно его вот так еще под собрать еще вот так вот шлепнуть вот так вот еще сделать это второй вариант замеса его называют французским чаще он используется для более слабого теста а так как у меня только стадия начала замеса как раз таки он здесь будет уместен берем тесто руки смотрят скажем так ладони смотрят в небо подхватываем тесто берем смотрим на него потом шлепаем а стол подхватываем слегка тянем на себя и откидываем тесто вперед это я показал медленно а теперь смотрите как обычно это происходит когда я делаю замес примерно вот так ничего сложного абсолютно и помните тесто не должно растекаться оно должно быть достаточно ну как упругим плотным и в принципе податливым можно даже вот так вот с ним делать главное любя помните всегда с тестом работать любя обратите внимание какая консистенция теста у нас получилось я сейчас возьму его в руку и буду держать она достаточно уверенно держится на весу немножечко рвется но сохраняет свою структуру то есть в принципе если я его так вот болтая она держится меня это более чем устраивает и я не буду добавлять воду 2 но если тесто у вас получилось более тугим и вам кажется что вы готовы ее добавить вы справитесь добавляйте верьте в себя и перекладываю тесто сюда а теперь мне нужно накрыть наше тесто либо полотенцем либо пищевой пленкой либо чем угодно что у вас есть в доступе вот представим что у меня ничего нет кроме доски и знаете она идеально подойдет для этих целей оставляем в таком виде на час ждем час я сегодня делаю пиццу и делаю ее для вас а потом вы будете делать ее для себя час прошел час целый час если чуть больше ничего страшного если чуть меньше тоже ничего страшного потому что все зависит от внешнего вида теста убираем доску смотрим пам бинго победа все прекрасно объясню почему потому что тесто увеличилось почти в два раза если у вас это не произошло то дайте ему постоять еще чуть-чуть хотя бы там минут десять-пятнадцать но не больше потому что она явно дойдет исключение может быть только если у вас холодно если у вас холодно то дайте побродить я выбраживал вот прям здесь прям сейчас 24 26 градусов помещение я проверял специально бегал как я уже сказал поделить его нужно на три части три равных части при пыляем поверхность здесь слегка чуть-чуть при пыляем стол совсем чуть-чуть и выкладываем тесто если она сама не выпрыгивает что делаем помогаем ему просто с помощью руки вот так вот аккуратненько я его выкладываю тесто приятное пушистое я его слегка дегазирую а и дегазировать это значит выгнать углекислый газ который вырабатывают дрожжи 1 2 и 3 показываю как правильно округлить беру кусок теста вот он сейчас такой бесформенный и по часовой стрелке краешек теста к центру краешек к центру среднем получается где-то от пяти до семи вот таких вот завертонов завертон слова не существующие запишите в словарь пекаря пожалуйста и аккуратненько придавливая вот берем свои две руки и можно сказать чужие взять но лучше свои да и вот так вот придавливаем его и опять же крутим по часовой стрелке хотя на самом деле не принципиально можно и против часовой но мне нравится именно так в целом округление нам нужно для того чтобы пицца приобрела правильный конечный вид вы конечно можете его так вот положить и оставить но она будет такая немножечко к собака и вот пожалуйста и вариант как это делается в пекарне и быстро да то есть вот так вот даже если вы не увидели ничего страшного пользуйтесь для начала этим методом а чуть позднее когда-нибудь возможно и наверное я вам покажу этот метод более медленно теперь смотрите взял контейнер немножко оливкового масла чуть-чуть на дно размазываю равномерно слегка смазываю стенки все это делаю для того чтобы тесто у нас не слиплось и чтобы его было легче достать после того как она расстается беру шарики слегка придаем условно овальную форму потому что хочется мне такую пиццу сделать и слегка совсем чуть-чуть на каждый шарик капельку оливкового масла чтобы опять же они комфортно чувствовали себя в холодильнике это не обязательно не все так делают но вы же понимаете оливковое масло это вкусно а поджаренное или скажем так запеченное оливковое масло особенно на таком прекрасном тесте еще вкуснее все готово и у нас есть с вами два пути либо оставить это на столе еще на час тире полтора а потом начать с ним работать либо как больше мне нравится поступать взять контейнер и транспортировать его в холодильник на какое время спросите вы а я вам отвечу минимум на 8 а максимум даже на 24 часа то есть такое тесто в холодильнике может находиться спокойно до двух суток во-первых чем дольше тесто бродит тем легче она усваивается нашим организмом а второе это вы в любой момент можете достать тесто из холодильника дать ему согреться хотя бы чуть-чуть пока готовите начинку включили печь бам неожиданные гости и все готово то есть если у вас такое тесто лежит в холодильнике гости к вам могут нагрянуть в любой момент и вы их удивить пиццы и 3 на мой взгляд самый важный момент это вкус и аромат такой пиццы потому что длительное брожение или длительная ферментация дает уникальный вкус и аромат данному тесту ну что время прошло а сколько конкретно я вам могу сказать прошло 12 часов тесто было в холодильнике пора его достать пора его достать замечательно она выглядит сейчас расскажу как понять замечательный или нет для этого нам как минимум нужно снять крышку и смотрим в первую очередь вот сюда обратите внимание какая здесь красота рекомендую вам использовать именно пластиковые прозрачные контейнеры для того чтобы видеть сам процесс брожения смотрите какая красота ну и само собой перед тем как отправить пиццу в печь нужно дать тесто согреться минимум полчаса но не более чем 40 минут именно поэтому я оставляю его здесь она спокойно будет ждать на столе а я пока что подготовлю соус чтобы время в пустое не тратить для этого нам понадобится томаты в собственном соку вы можете использовать любые в принципе томаты которые у вас есть в доступе и очистив томаты от кожуры измельчить их как я сейчас покажу и используйте и вот таким образом разминаем до того состояния до какого вам понравится мне нравится оставлять вот такие вот большие немножко грубые куски как хотите здесь дело добровольно далее мы добавляем немножечко оливкового масла желательно extra virgin да то есть холодного отжима мой маленький секрет я добавляю томатную пасту для того чтобы повысить насыщенность вкуса если вам это не нужно то остановитесь просто на томатах сс этого будет более чем достаточно перемешиваем мне нравится добавлять совсем чуть-чуть сушеного орегано или по нашему просто душица хотя утверждает что это все-таки немножечко как один рот но разные виды и само собой базилик обязательно обязательно нам нужно будет добавить еще чесночок и соль хотя чесночок опять же по желанию но сначала базилик причем я его слегка рву и когда попадают большие вот эти вот куски непосредственно когда вы едите саму пиццу вкусно вкусно соль и сахар добавляем по вкусу как вам нравится я вообще не люблю добавлять сахар потому что считаю что достаточно просто соли но это дело вкуса дело вкуса перемешиваем я сейчас возьму и попробую устраивает ли меня на данный момент соус бинго самое то все соус готов и как не сложно догадаться нам нужно натереть моцареллу моцарелла в данном случае специальная для пиццы она находится не в жидкости а просто в пакетике она более плотная и у нее специальная тягучесть то есть когда я отправляю пиццу в печь то моцарелла тает используйте именно такую моцареллу потому что если брать ту которая находится в пакетиках с жидкостью она слишком нежная и она у вас просто растечется вот ту моцареллу классно использовать свежую то есть вы уже испекли саму основу пиццы она горячая и вы прямо на горячую выкладываете вот эту вот моцареллу тонко нарезанную так можно я закончил для того чтобы удобней работать с начинкой я перекладываю обратно в миску если она у меня правда поместится посмотрим что из этого выйдет первая начинка готова вместе соусом поэтому убираю ее в сторону и беремся за вторую и вот она для вас может показаться более необычной и вполне себе возможно новый включаю плиту огонь должен быть средний дело в том что лук задача чтобы он не жарился а именно тушился потому что в печи он уже дойдет до нужного состояния а сейчас нам нужно его просто потушить в собственном соку но мне еще нравится добавлять небольшое количество оливкового масла хотя можете добавлять любое растительное какое вам понравится ну и далее аккуратно нарезаем чуть крупнее чуть больше как вам нравится рамок в данном случае нет одна добрая луковица здесь у нас уже отлично отлично то что нужно капельку масла добавляю в сотейник буквально грамм десять ну вы смотрите сами как вам больше нравится и берем лук и отправляем на сковороду ну и далее вот таким образом не отходя от плиты я буду следить за луком периодически его помешивать до состояния прозрачности лука и я уже немножко плачу и я не хочу чтобы вы видели мои слезы поэтому увидимся через несколько минут продолжаем тем временем временем тем я проплакался вытер слезы и довел лук до нужного состояния обратите внимание он стал такой прозрачный в общем то что нужно выключаю плиту иван забавников влюблен в хлеб более десяти лет предпочитает хлеб на заквасках особенно ржаной убежден что печь хлеб может каждый и теперь добавляем небольшое количество соли опять же соль по вкусу как вам больше нравится пробуйте я небольшой фанат соли поэтому использую и мало но как говорится у каждого рецепторы разные и теперь кстати кстати чтобы не спешить обратите внимание он вообще ни разу не поджарился но стал правильно прозрачным правильно прозрачным соединяя сметану соединяя сметану с луком мы получаем наш соус он максимально прост понятен ну и само собой он очень вкусный жирность сметаны не важно можете использовать любую какой захотите я люблю пожирней и вот в таком виде соус этот оставляем либо можете оставить его прямо в сотейнике либо как я переложить в миску чтобы он немножечко остыл но если он у вас не успеет остыть ничего страшного больше того скажу вы можете заранее заготовить этот соус я-то специально для вас старался чтобы все показать а вы можете заранее его заготовить и спокойно хранить в холодильнике такой соус хранится минимум двое суток и под финал у нас идет бекончик он замечательен прекрасен и ароматен я делаю вот такими кусочками можно больше можно меньше но это оптимальный на мой взгляд размер потому что в печи он слегка сожмется и если вы его слишком мелко нарежете то возможно он будет суховат и его будет не так приятно есть как вот такой большой кусок доска нам больше не нужно но что же могу спокойно то убрать в сторону мы сейчас здесь будем работать с тестом и это будут важные моменты тесто наше согрелось выглядит она еще лучше чем в тот момент когда его достал из холодильника единственное я чуть вас не подставил вот прошу простить понять и принять я не сказал о том что я включил духовку в тот момент когда достал тесто из холодильника чтобы она хорошенечко прогрелась потому что пиццу нужно закладывать в горячую духовку минимум 240 градусов лучше побольше если ваша печь это позволяет погнали нам потребуется нам потребуется мука мы прям аккуратненько подсыпаем сами тестовые заготовки вот таким вот образом и подпыляем слегка стол я выложу сразу все а потом те которые мне не понадобится переложу аккуратно обратно обратите внимание с этой стороны у нас есть мука здесь у нас ее нет надо сделать чтобы стало теперь легкая дегазация по всему периметру а далее начинаем продавливать пальцами сохраняя небольшой бортик размером примерно с сантиметр но как говорится как рука пойдет так и делаете обратите внимание здесь начинают надуваться пузырики это хорошо это говорит о том что тесто у нас пробродила и углекислый газ как раз таки мы сейчас выгоняем он нам здесь не нужен потому что здесь будет начинка лежать а вот бортик сохраним есть разные варианты работы с тестом с таким тестом можно его растягивать с помощью двух рук то есть берем ладони кладем четыре пальца в одну часть тестовой заготовки и четыре пальца в другую хотя собственно просто ладони и начинаем вот такими вот движениями опять же по моей любимой часовой стрелке слегка растягивать это вариант номер 1 и еще один из вариантов это руки вы в виде таких я не знаю я я называю это лапок курицы делаете звучит не очень выглядит тоже не очень зато это эффективно подходит для растягивания пиццы именно вот на этих лапках и перекладываете ее с кулака на кулачок потом все вот пожалуйста растянули замечательная на мой взгляд тестовая заготовочка для того чтобы загрузить сюда соус берем кусочек пергамента положу тесто на доску теперь нам нужно нанести соус на саму пиццу его жалеть не стоит но и перебарщивать не рекомендую дело в том что если вы положите слишком много соуса у вас может не пропечься сама пицца особенно если вы делаете выпечку на противне все больше соуса не нужно далее идет сыр сыпьте ее столько сколько хотите если насыпите так чтобы не было видно соуса это будет уже не пицца это будет пирог это также будет вкусно но итальянцы предпочитают все таки что то среднее я в принципе тоже вот так этого будет более чем достаточно под финал можно положить колбаску можете использовать любую какую захотите но если мы говорим про некую аутентичность то это вот так вот смотрите она прыгает я не могу и в этом отказать поэтому положу побольше если мы говорим про аутентичность то итальянцы обычно используют пепперони то есть это специальная колбаса которая имеет пряный вкус и определенную структуру в ней очень много жира и она шикарно просто растекается во время выпечки пора отправить ее в печь напомню температура в печи в данном случае у меня 250 градусов можно было бы сделать выше я бы сделал еще выше открываем только перед этим нужно перейти на режим без вентиляции просто вверх-вниз потому что на высоких температурах нам это не нужно отправляем выпекается она 5-10 минут опять же в зависимости от того какая у вас температура поэтому я рекомендую не отходить лучше от духовки вот стойте и смотрите как там у нее дела 5 минут можно себе позволить находиться рядом с ней ей будет приятно пару слов на чем выпекается пицца сейчас это пекарский камень он сделан из вулканического камня найти его не так сложно и не стоит переживать если у вас его нет а пиццу очень хочется просто прогрейте обычный противень и выпекайте на нем получится классно я более чем уверен с и снова берем контейнер с тестом слегка подпыляем выкладываем все так же и покажу второй вариант как можно сформовать это тесто более привычная более понятная скалка но сразу скажу если вы дадите итальянцу скалку этой же скалкой он вас скорее всего и отдубасит даже самое плотное тесто на пиццу итальянский пицциола делает руками потому что пицца как и хлеб это ручной труд но не показать такой вариант я не могу и заодно расскажу его основной минус это отсутствие вот этого прекрасного бортика точнее он в любом случае будет но он будет уже другим раскатываем от себя к себе и лучше не делать вот таким образом или вот таким образом или вот таким вот образом а просто разверните само тесто и катайте строго от себя к себе потому что именно так вы получите ровный тонкий слой пиццы которая будет более красивой пергамент работаем по схеме по проверенной перекладываем аккуратно тесто сюда чую носом что надо бежать бежать доставать первую пиццу поэтому эту пока оставлю так берем нашу доску и смотрите в чем еще прелесть есть использование пергамента или многоразового коврика то что аккуратно за него вы можете вытянуть вашу пиццу непосредственно сюда она очень горячая поэтому есть ее как раз таки сейчас и нельзя а я снова переключаюсь к этой пиццы берем наш прекрасный соус который уже подостыл в центр вот так прям от души по полной программе но также оставляем небольшой бортик иначе вся начинка может убежать теперь что нам остается мы берем наш бекон и не очень аккуратно я выкладываю его по всему периметру можно прямо вот так в принципе можно использовать не бекон можно использовать те же самые сосиски или какую-либо колбасу особенно если немецкая но опять же один из самых распространенных вариантов непосредственно такой все вот так вот мне так нравится еще совсем чуть-чуть если вы любите тмин а я тмин очень люблю поэтому я добавляю его совсем чуть-чуть тмина прям вот немножечко он будет чувствоваться только в тот момент когда он попадет на зуб но это будет тонкая-тонкая вот эта вот история очень приятная все отправляю в печь все так же на максимальную температуру и плюс-минус на то же время отлично ждем па-бам белиссимо в принципе это наверное единственное слово которое я знаю по-итальянски великолепный результат получилось очень 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 румяно очень ароматно и не терпится уже попробовать поэтому я начну а вы присоединяйтесь вот смотрите какой бортик здесь классный прям пузатый и не менее классный но более плоский здесь поэтому как формовать выбирайте сами вот так вот раз само собой пиццу можно делить на любое количество кусков какое хотите и я попробую пахнет изумительно обратите внимание что снизу пицца подпеклась она румяная даже снизу опять же приятного аппетита вам здесь просто слова не нужны хочется съесть ее целиком но мне нужно сначала попробовать еще вторую я вам покажу как правильно разрезать с помощью даже вот такого обычного ножа мало ли у вас нет пиццы ножа а пиццу очень хочется поэтому берете и вот таким образом проводите ножом и в конце слегка придавливаете на его верхнюю часть потом снова проводите таким образом ножом и снова придавливаете его верхнюю часть и аккуратненько его упс все что я могу сказать она немножечко разорвалась но от этого она не менее прекрасна потому что самое главное помните в пицце и в тесте в целом это вкус и аромат просто наслаждайтесь а какой это формы будет неважно вы же у себя дома ммм кстати забыл сказать что если вы хотите сделать эту пиццу еще вкусней то перед тем как положить бекон посыпьте ее немножечко сыром причем любым можно моцареллой можно гаудой там чем угодно попробуйте испеките получите от этого огромное удовольствие и наслаждайтесь вкусом а с вами был Иван Забавников дежурный пекарь на канале еда и помните пеките в удовольствие кайфуйте от этого и увидимся в следующий раз в следующий раз в следующий раз